Друзья мои, многие замечают, что уже на второй неделе Великого Поста, ближе к третей, как-то ощутимо начинают покидать силы. Но, несмотря ни на что, мы стараемся побывать на воскресной службе не только, когда служится литургия утром, но и вечером, когда совершается последование пассии, так называемой. Не во всех храмах служит пассия, тем более, что само это богослужение появилось сравнительно недавно. И устав его еще не определился должным образом, не имеет той стройности, логичности, которой бы от него хотелось. Но это удивительное дело. Людям очень нравится, трогает эта служба. И много людей, даже не отличающиеся глубокой воцерковленностью или же вкусом к духовным упражнениям, к богослужению, стараются попасть на эту службу. Можно, конечно, сказать, что они не понимают красоты подлинного уставного богослужения. Ведь пассия – это богослужение не уставное, о нем ничего не сказано в типиконе. Это в каком-то смысле даже новодел, который сильно очень выделяется на фоне уставной стройности, где каждый элемент богослужения веками входил удобно, точно, без швов в свое естественное место. И тем не менее, я пассию всегда защищаю. Потому что это правильное духовное упражнение, и простые люди, неискушенные в богословских науках, сердцем, иногда даже кожей, понимают правду этого богослужения. Потому что центральный смысл всех духовных упражнений Великого Поста – это созерцание Пасхи Крестной и Пасхи Воскресения. И вот в воскресенье вечера мы приходим на службу и слушаем Акафис «Страстям» Господним, написанный Великим Русским Богословом Архиереем, нашим русским родным, где перечисляются все малейшие нюансы истории страданий Христа, предательства Иуды, бичевания, неправильного суда, потом читается Евангелие. И в этом Акафисе есть фраза, которая является ключом не только к богослужению Пасхи, но и, по большому счету, к богослужению в Страстной Седмице, если хотите. И даже к определению самой тональности Великого Поста. В Акафисе сказано от лица молящегося, стоящего перед Крестом. «Призри, оба Господи, и порази жестокое сердце мое, да слезами моими, а мои грехи мои, а я Тебя любую». «Призри, оба Господи, и порази жестокое сердце мое». Мы не замечаем за собой, ввиду суеты, в которой живем, и дурных привычек во множестве, цветущих на нас, как на старых деревьях грибы иногда, знаете, растут. Мы не замечаем, как мы с годами одебелеваем. Вот очень хорошее слово. Нет слова «дебильный», то есть латинский корень, вот ослабленный какой-то человек. А «дебелость», наоборот, славянское, русское слово «дебелый», толстокожий человек, предельно плотской. Это даже во внешнем облике иногда видно в человеке, насколько он погружен в материю, насколько он плотской. Что вовсе, кстати, не делает его менее способным к духовным упражнениям, чем мы, называющиеся духовными. И об этом еще апостол Павел говорил, когда несколько с юмором оценивал или пытался просто наставить на путь истины тех людей, которые называли «духовными». Мы, на самом деле, одинаково все удалены от Господа, наверное, так. Но для человека, который одебелел, очень важно, чтобы кто-то сокрушил его сердце. Вот стоять перед Крестом Господним, хотя бы на эти полчаса, пока читается Акафист и Евангелие, попытаться стать перед распятием Господа нашего, попытаться напомнить себе те события, которых ты прекрасно знаешь и осведомлен, и воспринимаешь их просто как информацию, но снова и снова, насильно, что ли, ставя себя на колени перед распятием Господа нашего, ты видишь, что сердце на самом деле размягчается. И время от времени даже какой-то молитвенный вздох, может быть, один раз за весь пост появится. Поэтому я сторонник того, чтобы это богослужение было. И дальше продолжалось, несмотря на то, что есть уставщики-гурманы, которые полагают, что это не нужно. В этом есть что-то такое, знаете, бабье, истерично, недостойно духовных людей. Ну, товарищи духовные, ну, помилосердствуйте и потерпите нас, плотских, одебелевающих. Вот вроде бы не хочешь дебелевать, но периодически начинаешь опять покрываться жиром. И он мешает тебе и молиться, и чувствовать горе близкого человека. К сожалению, даже появляется как-то близорукость, когда ты не видишь, что человек взывает о помощи, нема. Ты просто настолько одебелел, стал таким толстокожим, что ты совсем не чувствуешь его. Поэтому, если есть возможность навещать это богослужение, посещать его, этой возможностью нельзя пренебрегать, нельзя упускать такое прекрасное духовное упражнение. Тем более, что оно готовит нас к очень насыщенным, очень глубоким и содержательным дням Страстной Седмицы.